Доброго дня! С вами канал Про Цветок и я травница Ольга Спиридонова. И сегодня я вам расскажу про одно очень интересное растение, которое известно вам всем. Растение настолько же полезное, насколько же и опасное. Это растение называется чистотел. Чем сильнее действие, тем сильнее противодействие. Этот закон физики мы с вами изучали еще в школе. Этот же закон применим и к растениям. Чем сильнее целебнее действие растения, тем более вероятно, что у него есть какие-то побочные эффекты. Есть какие-то варианты, которые запрещают это растение использовать повсеместно, пить как чай. И применять без назначения врача и без строгой дозировки. Именно таким растением является чистотел. Все растение содержит сильнодействующие ядовитые вещества алкалоиды. Но в корнях их в четыре раза больше, чем в траве. И наименее токсичной, но при этом целебной является именно весенняя майская зелень чистотела. Для чего мы ее можем применять? Я думаю, что многие из вас, если не все, знают, что соком чистотела, ярко-оранжевым соком, содержащим вот эти вот наши алкалоиды и флавоноиды, вы неоднократно прижигали то, что мы называем бородавками. И совершенно верно. Потому что алкалоиды чистотела оказывают противоопухолевое действие в организме. Причем как на доброкачественные опухоли, так и на злокачественные. И если злокачественные опухоли мы оставляем полностью в ведении врачей-онкологов, тут мы самолечением заниматься ни в коем случае не будем, то такие вещи, как бородавки или папилломы, вполне под силу нашему чистотелу. Как мы их можем вывести? Есть очень интересный старинный рецепт, называется квас на чистотеле на сыворотке, молочной сыворотке. Об этом рецепте в свое время рассказывал Болотов-травник. Он, собственно говоря, и дал свое имя этому квасу. Как он делается? Его можно делать и из свежего чистотела, и из высушенного сырья, которое можно, например, сейчас купить где-то в аптеке. Итак, собственно, рецептура и методика. Берем 2,5 литра молочной сыворотки. Можно купить ее в магазине, можно сквасить молоко самим, если вы знаете, как это делается, там, лимонной кислоты чуть-чуть или лимонного сока. На небольшом огонечке нагреваем молоко 2,5 литра. У нас всплывает сгусток творожный такой, мы его процеживаем и получаем сыворотку. Лучше, если эта сыворотка будет из нежирного молока. К этой сыворотке мы добавляем стакан сахара и 1-2 столовые ложки либо сметаны, либо какой-то молочной кислой закваски. Я люблю добавлять закваску на рине. Для чего это нужно? Для того, чтобы, размножаясь, эти бактерии укрепляли наш иммунитет и помогали бороться с клетками, которые в нашем организме совсем не нужны. С клетками доброкачественных новообразований. Что мы делаем? Мы берем траву чистотела. В свежем виде это будет где-то пару горстей. В сухом виде это будет одна горсть. И берем кусочек марлечки, в которой убираем эту траву как чайный пакетик, завязывая ее. Внутрь обязательно положить какой-то грузик. Это может быть камешек какой-то, может быть что-то тяжелое. Не кладите ничего ценного, потому что очень мощные свойства этого кваса окислят любой металл, съедят любую краску. Лучше, если это будет чисто вымытый какой-то хороший такой камешек. После чего на веревочке этот грузик, марлечку и чистотел мы опускаем на дно трехлитровой банки, в которую мы налили сыворотку 2,5 литра, размешали в ней стакан сахара и размешали 1-2 столовых ложки сметаны или же какой-то молочно-кислой закваски. После чего мы накрываем марлечкой, как у обычной банки с квасом, баночку и ставим ее в какое-то темное, теплое место. Можно где-то за дверь, можно где-то на пол поставить, чтобы там была температура 23-25 градусов. Нормальная для брожения, но недостаточная для того, чтобы там что-то испортилось. Что дальше происходит? Квас стоит таким образом, настаиваясь порядка двух недель. Мешочек с чистотелом будет пытаться всплывать. Мы его каждый раз, аккуратно, каждый день ложечкой притапливаем. Сверху может скапливаться не очень хорошая пленочка с плесенью. Мы ее собираем ложечкой и аккуратно удаляем. И помешивая, у нас таким образом стоит этот квас две недели. После чего мы мешочек с чистотелом удаляем, квас процеживаем и убираем в холодильник. У нас получился великолепный бальзам для того, чтобы убрать папилломы, убрать бородавки, забороть паразитов в кишечнике, улучшить здоровье печени, справиться с вирусами и грибками. Единственный его недостаток, как мы уже говорили, трава чистотела ядовита. Поэтому никакой самодеятельности. Начинаем прием с чайной ложечки. Чайной ложечки, растворенной в полстакана, в стакане компота, травяного чая, какого-то другого напитка, морса. Стараемся после приема этого кваса, особенно первый раз, не выходить на яркое солнышко. Квас такой, вообще все препараты чистотела, могут также вызывать легкую стадию фотосенсибилизации, то бишь чувствительности кожи к солнечному свету. Лучше всего этот квас принимать именно в зимнее и начало весеннего времени. Летом лучше его не принимать, чтобы не подымалось давление и не высыпало кожная сыпь, которая провоцируется солнышком. Итак, что мы делаем? Попробовали чайную ложечку. Все хорошо, в правом подреберье не болит, зуд не выступает, изжоги нет. Увеличиваем дозировку до столовой ложки на полстакана напитка три раза в день. И таким образом пока не пропьем всю банку. Многократный опыт применения этого кваса на чистотеле говорит о том, что у людей уходят папилломы полностью, особенно у женщин в возрасте, когда климакс наступает, когда это мешает всем. Высыпают и на шее, и в подмышках, еще в каких-то нежных тканях. Очень хорошо помогает справиться с грибком, особенно на ногтях, который очень трудно выводится. Если сочетать прием кваса на чистотеле внутрь с обработкой ногтей на стойкой чистотела, обычной 1 к 20, берем чистотел, настаиваем на водке в темном месте, процеживаем и под грибковый ноготь из пипеточки закапываем, одновременно принимая внутрь квас на чистотеле. Вот такая вот борьба изнутри и снаружи не оставляет грибку никакого шанса. Очень хорошо препараты чистотела помогают, как я уже сказала, при заболеваниях печени. По чайной ложечке принимать тот же квас на чистотеле. Если есть какие-то проблемы, боли в печени или тяжесть, можно сочетать его с приемом чая из репешка, или же порошка расторопши, или же отваров из корня лопуха, которые помогают и оказывают детоксицирующее действие, тем самым защищая наш организм от негативного воздействия чистотела, но позволяя ему оказать свое лечебное действие. Можно также, сочетая внутрь квас на чистотеле, а снаружи, на стоечку чистотела, справляться с подошвенными бородавками, справляться с какими-то кожными новообразованиями. Но при этом помним, что чистотел растение ядовитое. Дозировки должны быть точно выдержаны. Мы их не превышаем. Если мы хотим применить внутрь чистотел, во-первых, мы советуемся со специалистом, это может быть врач, фитотерапевт, травник. Во-вторых, помним, что дозировка чистотела внутрь не должна превышать дозировку 1 к 400. Если обычные травы мы завариваем в соотношении по весу 1 к 10, 1 к 20, чайная или столовая ложечка на стакан кипятка, то чистотел мы завариваем в соотношении 1 к 400. Эти подробности мы изучаем в нашей фитошколе Дивея для тех, кто хочет стать травником, кто хочет держать здоровье в своих руках. Но сейчас я делюсь ими с вами, чтобы вы могли травами помочь своему организму, не навредив при этом. Помните вот этот вот девиз «не навреди». Я думаю, что он может касаться всего на свете. Но там, где речь идет о нашем здоровье, и тем более, где речь идет о сильно действующих ядовитых травах, этот девиз должен стоять на первом месте. Мы должны совершенно четко знать дозировки. Мы должны быть осторожны в применении. Если трава нам неизвестна или неизвестны наши действия на организм, мы можем первый раз взять отвар этого растения, например, того же чистотела, или квас, небольшую капельку, и втереть вот в нежную кожицу на сгибе локтя или за ушком и понаблюдать в течение суток. Если покраснение изуда не произошло, смело можно принимать внутрь препарат. Если же все-таки покраснение изуд произошло, значит, надо искать какие-то иные аналоги или же снижать дозировку. Используем эти рецепты, набираемся сил для дачного сезона, покупаем рассаду, семена в магазинах про цветок. Помним об этом, помним о том, что наше здоровье в наших руках. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин